Мы начинаем знакомить вас с участниками нашего грандиозного автопробега в Крым. Вот на этом внедорожнике семья из Красноярска уже преодолела больше 200 тысяч километров, причем не только по российским дорогам. Сейчас они готовы к новым приключениям вместе с другими жителями края. И нашими журналистами им предстоит проехать больше 6 тысяч километров через всю страну в Крым. Масло в норме, автомобиль в принципе полностью к поездке готов. Думаю, что за этот автопробег он меня не подведет. В своем железном коне Виталий уверен, внедорожник еще ни разу не подводил его в пути. На этой машине участник нашего автопробега изъездил всю Россию вдоль и поперек. Бывал и за границей, в Китае. Правда, как признается автопутешественник, всегда держался трассой и города толком не осматривал. Поэтому для него автопробег телеканала Енисей – это возможность, наконец, прочувствовать свою страну. И впервые в жизни побывать в Крыму. Посетить Севастополь есть, Феодосию, Ялту. Ну, плюс наши родные российские города пройти с экскурсиями. За рулем автомобиля буду находиться я сам. Дорога нисколько не пугает. По этой дороге ездил и не раз. От Анапы, скажем так, в том направлении. Поэтому я в своих силах уверен. За новыми впечатлениями отправится всей семьей. Жена Виталия Татьяна и сын Алексей сразу загорелись поездкой. Семьклассник говорит, конечно, школу придется пропустить. Но когда еще удастся проехать через всю страну большой компанией? И своими глазами увидеть столько всего. Родину-мать, автоваз, памятники известным героям войны, жемчужину Крыма, Ялту и, конечно, Олимпийский Сочи. Туда мальчик хочет больше всего. Я спортсмен, я занимаюсь горными лыжами. Моя мечта съездить на Красный Полян. Если там будет снег, ну даже искусственный, можно там прокатиться. Я мечтаю побывать на всех мемориалах Победы. Вспомнить, скажем так, нашу память наших дедов и прадедов. Ну я там, может быть, где-то и был, но, скажем так, уже не очень это все помню. Просто хочу это еще раз увидеть. Свой автопробег мы посвятили главной юбилейной дате года – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах мы будем возлагать цветы в память о погибших земляках. Татьяна рассказывает, для них эта поездка больше, чем просто дорожное приключение. Подрастает ребенок, очень хочется, чтобы он проникся, больше узнал историю нашей страны, историю Победы нашего народа. И чтобы слово «Россия» для него звучало с новой силой, с новой гордостью, с новой интонацией. Эта поездка еще и ради ребенка, потому что патриотическое воспитание – это очень важно. Семья Шалаевых – путешественники со стажем. На машине объездили и Краснодарский край, где побывает наш автопробег. Поэтому хорошо знают все трассы. А больше всего впечатлил Новороссийск. Как раз побывали на той набережной, на которую сейчас автопробег тоже направляется, где присутствует мемориал Победы, где есть корабль, который участвовал в событиях Отечественной войны. Ну и просто эта набережная очень живописная, очень красивая. Уже сейчас пакуют вещи и закупают продукты в дорогу. Хоть впереди еще больше двух недель, нужно сделать столько всего. Список необходимого растет в геометрической прогрессии. Из дел, которые мы сегодня уже сделали, это подготовили фотоаппарат в дорогу и купили диски музыкальные и кинофильмы. А вот машину к автопробегу никак специально готовить не будут. Глава семейства говорит и так регулярно меняет все расходники. Теперь осталось купить только рации в дорогу, и можно отправляться в Крым. Кстати, как настоящие любители дорожной романтики, обратно в Красноярск семья будет возвращаться тоже на машине. Ольга Тишинина, Алексей Овсянников, Новости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова